Добрый вечер! В эфире «Большая игра». Мы не в привычной студии Востанкина, мы в историческом особняке МИДа на Спиридоновке. Здесь подписывался договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Здесь в 1996 году прошел первый саммит «Большой восьмерки». И мы обсуждаем проблемы совершенно неожиданно начавшегося 2022-го. Все ожидали, что он начнется стремительно, но чтобы так стремительно, не ожидал никто. И с нами один из самых влиятельных политиков и дипломатов России и мира Сергей Викторович Лавров. Сергей Викторович, добрый вечер! Добрый вечер! Дмитрий Саймс с нами из Вашингтона. Дмитрий на связи? Добрый день! Добрый день, Сергей Викторович! Добрый день, Вячеслав! Сергей Викторович, конечно, сейчас все взгляды были прикованы к тем переговорам, которые Ваши заместители ввели сначала в Женеве, затем в Брюсселе, сегодня в Вене. Ответственнейшие переговоры по вопросам европейской безопасности. Ну, пока, судя по всему, императивность российских предложений, выраженных в проекте договора о безопасности Соединенными Штатами, соглашения с странами НАТО, эта императивность не дошла до наших западных партнеров. Они не привыкли разговаривать на равных, они не привыкли разговаривать не на своих условиях. Вот по тому, что мы знаем сейчас, по тому, как прошли переговоры, как их можно охарактеризовать, как успех, как провал, они идут лучше, чем вы ожидали, хуже, чем вы ожидали, примерно так, как вы ожидали. И что будет дальше? Ну, для начала я скажу, что в этом особняке еще состоялось одно очень знаменательное событие для мировой истории. В 1943 году, осенью, министры иностранных дел Советского Союза, Великобритании, Соединенных Штатов подписали декларацию, в которой впервые упомянута необходимость после победы над фашизмом создать всемирную организацию. Тогда еще не было термина ООН. Ну и это достаточно символично, потому что сегодня мы с вами обсуждаем ситуацию, которая во многом вызвана тем, что Запад пытается подвергнуть сомнению универсальную легитимность ООН, изобретает вместо международного права свои правила, по которым должны все остальные жить. Это просто так вот как замечание по поводу нашего сегодняшнего интерьера. Что касается переговоров, они, как я уже сказал, отражают серьезное противостояние на мировой арене, попытку Запада утвердить свое доминирование, беспрекословно добиваться всего того, что ему кажется необходимым для продвижения своих интересов. Это в полной мере выразилось в ходе переговоров, хотя могу подтвердить то, что мы уже говорили, переговоры были деловыми. Вот эта позиция Запада достаточно такая жесткая, арогантная где-то, неуступчивая и бескомпромиссная, она все-таки излагалась достаточно спокойно в деловом ключе, что позволяет рассчитывать на перспективу осмысления состоявшихся переговоров в Вашингтоне. Мы не менее твердо излагали нашу позицию, но на нашей стороне все-таки были аргументы, которых у Запада нет. Аргументы касались принципа неделимости безопасности. Запад постоянно и Соединенные Штаты, и их коллеги по Североатлантическому альянсу в ходе переговоров ссылались на то, что наше главное требование об обеспечении юридических гарантий нерасширения НАТО на восток, оно не может быть выполнено. Потому что, дескать, в НАТО есть такой порядок, когда только сами страны-члены решают, кого принимать, кого не принимать, если поступают обращения. Но мы настойчиво возвращали их не к НАТОвским порядкам, а к тем договоренностям, которые были выработаны в рамках всего Евроатлантического сообщества, в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Договоренности эти действительно расшифровывают неделимость безопасности как предполагающую свободу каждой страны выбирать себе союзников, но тут же, в этом же предложении, без всяких точек, без запятых, говорится при понимании, что ни одно государство в этом контексте не будет обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других. И ни одна страна или союз стран не имеют права претендовать на доминирующие позиции в этом Евроатлантическом регионе. Вот все это было согласовано в пакете и подтверждено окончательно в 1999 году в Стамбуле на саммите ОБСЕ, где была принята хартия европейской безопасности. Запад берет только то, что ему выгодно. А мы исходим из того, что свобода выбора союзов это неотъемлемая часть недопустимости таких шагов, которые будут подрывать нашу безопасность, как и безопасность любого другого государства. Ну так все-таки, как ожидали, лучше ожидаемого? Как ожидали. Я думаю, мы достаточно хорошо знаем американских переговорщиков. Много раз с ними встречались по разным поводам, включая переговоры по иранской ядерной программе, да и по договору о СНВ-3. Так что мы примерно понимали, какой будет разговор. Но для нас было принципиально важно выполнить прямое поручение президента, который сказал, что мы обязаны самым жестким образом поставить эти вопросы. Вопросы, которые касаются всей архитектуры европейской безопасности. Там ведь не только односторонние требования России нас не трогать и не делать ничего, что у нас вызывает недовольство. Там ведь принципы, которые в конечном счете нацелены на обеспечение безопасности всех и каждого. Без каких-либо ущемлений чьих-то интересов и без нанесения ущерба безопасности кого бы то ни было. Дмитрий. Еще раз, господин министр, спасибо, что вы начали время появиться на большой игре. И мне показалось весьма убедительным то, что вы только что сказали о том, что пока результат переговоров был предсказуем. И вы, видимо, не ожидали и не могли ожидать, что Соединенные Штаты, что НАТО согласится вести переговоры о запрещении добавлению к НАТО каких-то стран Восточной Европы, в первую очередь Украины и Грузии. То есть вы справедливо сказали, что результат был предсказуем. А вот что не очень предсказуемо, по крайней мере, когда ты говоришь с представителями администрации и Конгресса в Вашингтоне, не до конца предсказуемо, какая будет на это реакция России. Вот было предложено вести переговоры дальше по вопросам ракет средней дальности, по крайней мере, так говорят в Госдепе и в Белом доме, переговоры о возможном каком-то ограничении военных маневров, о лучшем осведомлении координации военных маневров. Но по поводу расширения НАТО, по поводу продвижения инфраструктуры НАТО в Восточную Европу, как я понимаю, по крайней мере, так говорят официальные представители Госдепа и Белого дома, России было сказано решительно нет. И все интересуются, каким будет ответ России. Продолжение переговоров, уход с переговоров или какие-то еще другие действия, допустим, военно-технического или военного характера. Расскажите, пожалуйста. Да, как вы знаете, позиция, которая была определена президентом, заключается, во-первых, в юридических гарантиях не расширения НАТО на Восток, во-вторых, в юридических же гарантиях не развертывания на соседних с нами территориях ударных вооружений, которые представляют угрозу для безопасности Российской Федерации, и в принципиальном плане возвращение архитектуры европейской безопасности, конфигурации этой архитектуры к 1997 году, когда был подписан документ, основополагающий акт Россия-НАТО, на основе которого впоследствии был создан Совет России-НАТО. Это три ключевых требования. Все остальные предложения, они, в общем-то, зависят от того, как пойдет разговор по этим трем нашим инициативам. Натовцы и американцы, действительно, как вы и сказали, как я отметил, категорически отвергают наше право добиваться нерасширения НАТО, но я уже привел аргументы, которые показывают, что наша позиция зиждется не на натовских документах, мы не имеем к ним никакого отношения, они к нам не имеют никакого отношения, а она зиждется на документах, принятых на высшем уровне в ОБСЕ, включая Стамбульский саммит 1999 года, где свобода выбора союзов прямо обусловлена необходимостью обеспечивать неделимость безопасности, чтобы никто не предпринимал каких-то мер в своих интересах в ущерб безопасности любого другого государства. И здесь, конечно, я, если мы уж говорим об ОБСЕ, в 1975 году президент Форд, когда был подписан Хельсинский заключительный акт, он сказал буквально следующее. История будет помнить о нас не по обещаниям, которые мы даем, а по обещаниям, которые мы выполняем. И в этой же связи насчет нерасширения НАТО нам давали такие обещания. Джим Бейкер в феврале и в мае 1990 года еще Михаилу Горбачеву говорил, что не на дюйм военной инфраструктуры не продвинется восточнее Одера. Впоследствии Джон Мейджор разговаривал с Дмитрием Язовым, тогдашним министром обороны Советского Союза. И напрямой вопрос Язова, можно ли нам опасаться позитивной реакции на тогдашние требования Польши, Венгрии присоединиться к НАТО, Мейджор заверил, что никаких планов на этот счет нет и это не обсуждается. Так вот, это все было описано, между прочим, для тех, кто говорит, что вообще никто никому ничего не обещал, сейчас уже так американцы заявляют. Это все описано в мемуарах посла Великобритании в Москве на рубеже 90-х годов и Брейтвейт, его фамилия. Мемуары вышли в 2002 году, поэтому удивительно, что к ним никто не обращался. И там написано буквально следующее, что да, вот это все происходило, обещания давались и Горбачеву и другим нашим руководителям, и что эти обещания давались людьми, которые были в спешке и которые в основном были сконцентрированы на решении других более срочных задач. Поэтому давая такие обещания, они не имели в виду ввести кого-то в заблуждение. Потрясающее английское объяснение обмана, который произошел. Типично английское. Вот, да. Ну и возвращаясь к тому, о чем вы сказали, мы все-таки надеемся на то, что обещания, которые были сделаны сейчас в Женеве и в Брюсселе, будут выполнены, а обещания касались того, что и США, и НАТО положат на бумагу свои предложения. Мы очень четко и неоднократно объяснили им, нам необходимо иметь постатейную реакцию на наши документы. Если какая-то статья, какое-то положение наших предложений не подходит, пусть объяснят почему и напишут на бумаге. Если подходит с поправками, пусть делают эти поправки тоже в письменном виде. Если хотят что-то исключить или что-то добавить, аналогичная просьба. Напишите, пожалуйста, на бумаге. Мы дали свои соображения в письменном виде месяц назад, поэтому времени было достаточно и в Вашингтоне, и в Брюсселе. Так что и те, и другие нам обещали, что положат на бумагу свою реакцию. Ну вот уже месяц прошел. Реакции пока нет. Даже были заявления о том, что не все члены американских делегаций имели время ознакомиться с тем, что мы предложили. Временные рамки. Ясно, что со стороны Запада, и это ожидалось, идет такая тенденция замотать, заговорить все те предложения, которые есть, выйти на уровень принципов, уйти от конкретики. Вот сколько мы можем ждать, сколько могут продолжаться переговоры, сколько мы можем ждать самих этих контрпредложений, И сколько мы можем вести переговоры для того, чтобы уже принять какие-то практические решения, о которых говорил наш... Переговоры начались всего три дня назад с американцами. С натовцами они состоялись вчера. Американцы нам обещали постараться, но мы им сказали, что стараться нужно очень сильно, сделать свои встречные предложения на следующей неделе. Столтенберг, генеральный секретарь НАТО от имени Североатлантического альянса, тоже вызвался положить на бумагу свою реакцию. Я думаю, что она поступит где-то примерно в течение недели тоже. После чего мы будем докладывать вместе с министром обороны, президентом Российской Федерации, поскольку мы действуем по его прямому поручению, это его инициатива. И дальше мы будем определяться с тем, как реагировать на то, что нам предложат в плане встречных инициатив наши западные партнеры. Дмитрий. То есть, если я вас правильно понял, вы считаете возможным и целесообразным продолжать переговоры, вы исходите из того, опять-таки, если я правильно понял, что следующий шаг за Вашингтоном и Брюсселем направить вам, направить России свои контрпредложения в письменной форме. Но вот что мне не до конца понятно. Белый дом очень четко описывает, что будет сделано в отношении России, если Россия не примет американские предложения, предложения НАТО и даются весьма широкие конкретные списки санкций. Сегодня будет голосование в Сенате по поводу одного из таких списков. Этот список, скорее всего, не пройдет. Белый дом против него возражает, но есть другой список, у которого есть все шансы быть принятым. И этот список отражает в данном случае уже не просто позицию демократов в Сенате, но и Белого дома. Можете ли Вы сказать, на что пойдет Россия, если в очередной раз российские предложения будут с той или иной степенью деликатности проигнорированы? Мы никогда не будем действовать так, как действуют Соединенные Штаты, для которых за последние, ну, наверное, уже лет почти 10 санкций стали главным инструментом внешней политики, культура дипломатии практически утрачена, культура компромиссов тоже, а американская линия на международной арене диктуется осознанием собственной исключительности. Это даже не отрицается, потому что и президенты США, в частности, Барак Обама этот термин употребляли, что это исключительные нации. Это, наверное, хорошо с точки зрения воспитания молодого поколения в уважении к своей истории. Но для мировой политики это абсолютно неприемлемо. И мы как раз, почему мы внесли свои предложения? Потому что мы хотим вернуть все к переговорным методам решения проблем. А когда нас, как сказал президент, надували, обманывали последовательно, начиная с начала 90-х годов, и теперь нам говорят, «А, вы хотите что-то сделать в своих интересах, а нам что вы дадите?» Мы вам уже все дали. Мы с 90-х годов, в общем-то, рассчитывая на какое-то понимание на Западе, не реагировали жестко на грубейшие нарушения договоренностей о непродвижении НАТО на Восток. Не реагировали на многие другие вещи, которые нам были обещаны, в том числе и на бумаге, имея в виду неразвертывание на постоянной основе существенных боевых сил на территории новых членов. Все это уже давно мхом поросло, понимаете? И вот, кстати говоря, об этих угрозах, санкциях, ну, они настолько арогантны и абсурдны, по-моему, для любого человека это понятно, но именно такого рода абсурдные решения Конгресс принимал не раз, и я не исключаю ничего. Мы, конечно же, будем реагировать, и президент Путин в ходе телефонного разговора с президентом Байденом, вот последний разговор, когда остался, сказал, что если вы пойдете по этому пути, то вы будете разрушать наши отношения. Как это будет выглядеть, мы не хотим никого пугать, мы будем принимать наше решение на основе конкретной ситуации, которая сложится в результате тех или иных действий Соединенных Штатов и их западных союзников. Вы упомянули еще ракеты средней и меньшей дальности. Среди тех предложений, которые нам высказывали, пока еще устно, в качестве примеров областей, по которым можно вести дальнейшие переговоры, и американцы говорили об этом, и представители стран, членов НАТО, они упоминали снижение рисков, обсуждение мер доверия, в том числе в космической сфере, в киберпространстве, да, и, значит, контроль над вооружениями, в частности, договоренность об ограничении ракет средней и меньшей дальности. Очень показательный момент. Мы ведь уже более двух лет, как распространили инициативу президента Путина, после того, как американцы сломали договор о ракетах средней и меньшей дальности, в которой, в инициативе, она была распространена всем членам ОБСЕ практически. Там было предложено присоединиться к одностороннему мораторию, который мы ввели на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности, мораторий, который был обусловлен не развертыванием таких же систем американского производства. Мы предложили сделать мораторий совместным. И, учитывая, что американцы, европейцы, натовцы в свое время, когда мы такой мораторий еще только объявили, говорили, ну вот какие хитрые, они уже в Калининградской области разместили такие ракеты «Искандер», а теперь хотят, значит, чтобы мы не имели такой же возможности. Так вот, в этой инициативе двухлетней давности президент Путин предложил согласовать меры верификации, которые потом были разъяснены нашим министерством обороны, что имелось в виду, пожалуйста, приезжайте в Калининград, осматривайте системы «Искандер», которые там стоят, и убедитесь, наконец, как мы вам много раз предлагали, что они не подпадают под запреты, установленные договором о ракетах средней и меньшей дальности. А в ответ мы посетим базы противоракетной обороны американской в Румынии и в Польше, чтобы убедиться, что из себя представляют пусковые установки МК-41, которые производятся Локкет-Мартином, и Локкет-Мартин на своем сайте рекламирует их как установки двойного назначения. И для противоракетной обороны, и для запуска ударных карлатых ракет. Вот что было предложено. И тогда нам сказали натовцы, что это не годится. Только президент Макрон выразил готовность обсуждать, но не один на один с Россией. А Столтенберг заявил, что это вообще нечистоплотное предложение, опять со своими подозрениями. Никто не сказал про то, что инициатива изначально предполагала верификацию. Сейчас это один из конкретных результатов, которые мы попросили зафиксировать на бумаге. Они сами сказали, что мы готовы обсуждать новый режим по ракетам средней и меньшей дальности. Там, правда, есть нюансы, что они готовы отказаться от таких ракет в ядерном оснащении. Но вот в неядерном мы будем думать. Разницы нет, что неядерное, что ядерное. Эта ракета будет тут же засечена и будет воспринята как прямая угроза Российской Федерации. Поэтому говорить об этом надо. Но они выдернули один элемент из наших предложений, потому что мы выдвинули инициативу в наших бумагах о том, чтобы не размещать ударные вооружения поблизости от наших границ. Они выдернули только этот элемент. Но если он будет рассматриваться в отрыве, ну это, в принципе, полезное дело, но в отрыве от главного требования нерасширения НАТО на восток, он едва ли будет иметь существенное значение. Поэтому мы продолжим режим ожидания, но ожидание не может быть долгим. И президент об этом очень ясно сказал, выступая на коллегии Министерства иностранных дел и в своих последующих выступлениях. Ответ должен быть быстрым. Мы знаем, что НАТОвцы хотят замотать, как уже многократно говорилось публично, весь этот процесс. Мы слышали, что американцы, их главные союзники договариваются о том, чтобы главной площадкой сделать ОБСЕ. И в этой связи скажу, что мы не вносили никаких инициатив в ОБСЕ. Мы дали свои предложения, прежде всего, главному игроку, который все решения и принимает, Соединенным Штатам Америки. Ну и дали, конечно, в НАТО, поскольку с НАТО у нас есть действующий основополагающий акт. И именно с НАТО мы заключали договоренности соответствующие. И в этих переговорах, между прочим, Россия и НАТО не участвовали ни Евросоюз, ни ОБСЕ. Никакую информацию им не направляли официально. Поэтому, когда сейчас Жозеп Боррель переживает сильно и достаточно эмоционально, и не очень вежливо по поводу того, что Евросоюз оказался на задворках, и Россия игнорирует Евросоюз, во-первых, Евросоюз сам себя на задворки отправил, на задворки темы европейской безопасности. Все эти потуги, сформировать новый подход, стратегическая автономия, стратегический компас, я считаю, что это в интересах Европы, и мы с пониманием относимся к тем инициативам, которые Франция выдвигает. Но Евросоюзу никто ничего не разрешит. И американцы уже сделали все для того, чтобы их послушная группа поддержки и в НАТО, и в Евросоюзе вывела весь этот процесс на то, что НАТО – это опора безопасности, в том числе и для Евросоюза. Но, тем не менее, мы передали документы американцам и в НАТО. В ОБСЕ, я хочу, чтобы это было понято, мы не инициировали этой дискуссии в ОБСЕ. В ОБСЕ дискуссии по европейской безопасности идут многие годы. Там есть специальный форум, там есть так называемый структурированный диалог, который несколько лет назад немцы предложили. Это все ни шатка, ни валка идет и крутится вокруг Украины. Как только ты обсуждаешь европейскую безопасность, а там они каждый месяц специальные заседания проводят, а то и чаще. Наши западные друзья хором – вот Украина, Украина, Украина. Все сводится к Украине. Кстати, это было заметно и на переговорах сейчас в Женеве и в Брюсселе. Но то, что сегодня происходит в Вене, это давно запланированный отчет, ну, заседание, на котором Польша, как новый председатель ОБСЕ, представит свои приоритеты. Не более того. Это дежурный, рутинный процесс. Конечно, в ходе выступления, а там все будут выступать, реагируя на польские приоритеты и как мы к ним относимся, конечно, в ходе выступления наш представитель упомянет инициативы, о которых мы сейчас говорим. Но главный формат – это Россия и Соединенные Штаты. И немножко Россия и НАТО. Ну, действительно, это был один из основных вопросов, которые все создавали. Причем здесь ОБСЕ. Ну, вы хорошо объяснили, что это не наши инициативы, это рутинные мероприятия и как раз направленные на то, чтобы процесс затянуть, и инициатива исходит не от нас. Но все-таки вернемся к возможным нашим ответам и к санкциям. Наверняка на переговорах и в Женеве, и в Вене звучал с западной стороны вопрос «Хорошо, мы отказываемся от ваших предложений, и что тогда? Что дальше?» Наши дипломаты уполномочены давать разъяснения, расшифровывать, что мы имеем в виду под военно-технологическим ответом? Я уже сказал, что мы не будем уподобляться американцам, которые говорят, вот вы должны убрать войска с этой части своей суверенной территории, а не то мы объявим против вас санкции. Но это же просто неприлично. Но более того, сейчас ведь внесен законопроект при поддержке американской администрации, законопроект Менендеса, о том, что будут введены санкции в случае российской агрессии на Украину, которые включают в себя персональные санкции против ряда лиц, в том числе президента Российской Федерации, министра иностранных дел Российской Федерации и так далее, санкции против крупнейших российских системообразующих банков. Вообще, насколько это нормально? Это санкции, которые уже объявлены заранее, причем на фоне идущих переговоров о европейской безопасности. Я считаю, что это своего рода такой нервный срыв, понимаете, это в бесконечном утверждении собственного величия люди где-то дошли уже до какой-то психологической отметки, которую очень трудно объяснить. И я с изумлением читаю все эти инициативы, вроде взрослые люди, серьезные политики, не первый год в Конгрессе, и такого рода шаги не делают чести абсолютно. Я вас заверяю, что если это все материализуется, потому что там есть даже предложение вводить санкции независимо от того, будет нападение так называемое на Украину или не будет, просто потому, что не убираем войска со своей территории. При этом американская делегация в Женеве, настаивая на этом как ключ ко всему остальному, в ответ на наши встречные вопросы заявляла, что они свои вооруженные силы и свою технику военную в Европе никуда двигать и отодвигать от наших границ не будут. Это, по-моему, даже не требует каких-то комментариев. Это высокомерие в высшей степени. Ну и говоря про перспективы нашей реакции, еще раз скажу, мы не будем никогда махать дубинкой и требовать на переговорах, что если вы так не поступите, то мы вас будем бить. Мы будем реагировать на реальное развитие событий. Кстати, говоря о поведении американцев и о том, как они сейчас с пеной у рта вместе со Столтенбергом сотрясают воздух о том, что никакой договоренности, никакого обязательства о нерасширении НАТО быть не может, потому что это свобода выбора союзов. Посмотрите, что они делают, да и американцы, и Запад, что они делают в отношении стран, которые не входят в НАТО. Например, Европарламент не так давно принял резолюцию, которая требует прекратить развитие союзного государства России и Беларуси. это серьезно, есть такой документ. Американцы запрещают, пытаются запрещать многим странам осуществлять с нами военно-техническое сотрудничество, грозят санкциями Турции, Индии, Индонезии, Египту, только за то, что они абсолютно открыто на коммерческих условиях заключают с нами какие-то договоры. Про Северный поток-2 тут уже даже не свобода выборов союзов, не свобода выборов союзов, а это просто свобода осуществлять обычную коммерческую деятельность на мировых рынках. И вот никакой свободы оказывается у Германии, не у кого-нибудь, а у Германии, никакой свободы заниматься своими экономическими интересами не существует. Вот где они двойные стандарты, по-моему, очень ярко проявляются. Дмитрий. Вот по поводу двойных стандартов. НАТО говорит о своем праве на политику открытых дверей. Позиция понятная, может быть, неубедительная, но понятная. Но одновременно выдвигается и другая позиция, которую я условно назову позицией закрытых дорог. иными иными словами, что Россия обязана немедленно приступить к деэскалации в районах приближенных к Украине, некоторые не очень приближенные, начать выводить оттуда свои вооруженные силы. То есть, иными словами, говорят вам, по каким дорогам российские вооруженные силы могут передвигаться на своей территории. И, как вы справедливо заметили, господин министр, вот в том законопроекте, который будет обсуждаться в Сенате с поддержкой администрации, там говорится, что карательные санкции могут быть применены не только в случае российского нападения на Украину, но и в случае, если Россия просто будет заниматься так называемой эскалацией, концентрируя свои войска в тех районах, которые Россия Украина считает для себя угрожающими. Есть ли у России готовность идти на эту так называемую эскалацию и были ли даны какие-то обещания НАТО по этому поводу? Во-первых, насчет, еще раз, насчет свободы выбора союзов, о чем вы сказали и упомянули, что вы понимаете это и что это позиция НАТО. Мы не можем руководствоваться позицией НАТО. Мы руководствуемся теми договоренностями, которые на высшем уровне подписали все страны ОБСЕ, в том числе все страны НАТО. И НАТО сейчас показывает полную недоговороспособность. Не первый раз искать наши западные партнеры оказываются такой ситуацией. Возьмите минские договоренности, которые не выполняются, возьмите девятилетней давности достигнутые при посредничестве Евросоюза договоренность между Белградом и Приштиной о создании сообщества сербских муниципалитетов Косова в 2013 году. Евросоюз продемонстрировал свою способность помогать достигать решений в очень сложной косовской ситуации. А Косово руководители в Приштине сказали, а мы не будем этого выполнять. Хотя был это все подписан. И импотенция Евросоюза проявляется вот с тех пор, мы им напоминаем периодически, потому что создание такого сообщества могло бы очень серьезно помочь разрядить напряженность в этом сербском крае. Кстати сказать, вот это сообщество сербских муниципалитетов Косово, оно предполагало предоставление сербам прав автономных, значительно напоминающих то, что заключено в минских договоренностях для Донбасса, для Донецкой и Луганской народных республик. И там, и там Евросоюз принимал решающее участие. В случае Белград-Пристина он был посредником, в случае с минскими договоренностями от имени Евросоюза выступали Германия и Франция. Обе эти договоренности касаются, между прочим, прав славян, православных прежде всего, и в обоих случаях Евросоюз не хочет и пальцем пошевелить, чтобы сторона, которая блокирует реализацию этих соглашений, выполнила свои обязательства. Это просто в скобках я замечаю. Что касается, да, кстати, в отношении выбора союзов, не забудем то, что господин Блинкин сказал про Казахстан, что он публично потребовал у Казахстана объяснений, и почему Казахстан пригласил миротворцев из организации договора коллективной безопасности. Это как? Это, значит, я не знаю, Черногория имеет право присоединяться к НАТО, а Казахстан, присоединившись к ОДКБ, кем правом не обладает 30 лет назад. Это, это просто, ну, я не знаю, как это, государственный секретарь солидного государства такие вещи заявляет. Насчет передвижений по своей территории, какие дороги нам рекомендуют американцы использовать, там же уже звучит не только про дороги, не только про то, чтобы отвезти от границы с Украиной, как они выражаются, а про то, чтобы эти войска ушли в казармы. Это вот Венди Шерман именно так говорила, в том числе о публичном на пресс-конференции. Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований и, конечно же, мы их даже не будем обсуждать. Сергей Викторович, действительно, взрыв в Казахстане был, наверное, самой острой международной проблемой в начале года для нас во всяком случае. Вы видите взаимосвязь того, что произошло в Казахстане с началом переговоров по стратегической стабильности в Европе? И как бы вы оценили действия России, логику действия ОДКБ и укрепились ли наши позиции в результате того, что наши миротворческие силы вошли в Казахстан или нет на этих переговорах? Есть много сейчас конспирологических теорий о том, что одна часть этих теоретиков спекулирует на том, что это все устроено с Западом, чтобы ослабить наши позиции перед переговорами в Женеве и Брюсселе. Другие обвиняют нас в том, что мы это спровоцировали, чтобы ворваться в Казахстан и взять его под свой контроль. Это все от лукавого. Причины нам примерно понятны. Мы их обсуждаем с нашими казахстанскими коллегами, с другими странами ОДКБ. Казахстанские власти проводят тщательное полноценное расследование и я уверен, что результаты они будут оглашать, когда это расследование завершится. Это не имеет никакого отношения к проискам Москвы, к каким-либо еще теориям заговора. Еще раз повторю, это дело Казахстана и Нур-Султан, столица Казахстана, этим активно занимается. Что касается наших действий, то была прямая просьба президента нашего союзника, просьба, основанная на обязательствах, которые все члены ОДКБ взяли на себя, подписав договор о коллективной безопасности и затем устав организации договора о коллективной безопасности. То, что это было сделано идеально с технической точки зрения, с логистической точки зрения и с точки зрения достижения результата, когда были развернуты силы от миротворческой силы ОДКБ для охраны критически важных объектов, это, по-моему, всем очевидно. И то, что президент Казахстана констатировал завершение выполнения основной части задач и анонсировал договоренность о начале возвращения миротворцев по своим родным государствам, это тоже говорит о том, что результат был достигнут достаточно быстро и эффективно. Конечно, страшно наблюдать было картины погромов, поджогов домов, отрезания голов полицейским, отношения этих погромщиков и террористов к журналистам и было еще, наверное, страшнее для меня, по крайней мере, с точки зрения профессиональных моих задач наблюдать за реакцией Запада на это. В том числе, кстати, той же самой ОБСЕ, которая претендует на одну из ведущих ролей в вопросах европейской безопасности. Но вот организация, которая настолько неадекватно реагировала на события в Казахстане и в конце концов пыталась призывать всех к тому, чтобы соблюдать права журналистов, права человека и так далее, это стыдно. В таких ситуациях надо прямо показывать на причины того, что произошло. Но, повторяющий раз, будет расследование завершено и результаты, конечно, должны быть представлены мировому сообществу. Дмитрий. Господин министр, мы знаем, насколько вы заняты. Финальный вопрос. Уэнди Шерман, первый зам госсекретаря, после первого дня переговоров в Женеве ее спросили, относится ли она к этим переговорам с оптимизмом. И она сказала, что в качестве дипломата она должна относиться к переговорам с оптимизмом. Вот вы к этим переговорам, которые ведутся с Вашингтоном и Брюсселем, на основе того, что только что произошло, вы по-прежнему относитесь к этим переговорам хоть с каким-то оптимизмом? Или, в общем-то, вы делаете то, что надо делать? И, как говорится сама у Энди Шерман, может быть, Россия понимает, что договориться не удастся, но просто решила попробовать, а потом будет делать то, что она хочет делать на Украине и так. У Вас есть надежда на успех переговоров? Мы всегда работаем над конкретными задачами и надеждами, ну, юноши питаются надеждами, мы уже, наверное, все-таки чуть более зрелые люди, поэтому мы привыкли от жестокой реальности отталкиваться. Жестокая реальность сейчас заключается в том, что нам обещаны письменные реакции. Мы ее дождемся. И потом будем определять свои дальнейшие шаги. насчет оптимизма у нас есть такая пословица, кто такой пессимист? Пессимист это хорошо информированный оптимист. Ну, я думаю, сегодня мы все стали более информированными. Спасибо вам огромное, Сергей Викторович, за очень откровенное и действительно содержательное выступление. В эфире была большая игра всех с наступающим Новым годом, старым Новым годом. Сил, всего самого замечательного. Встретимся на следующей неделе. Да, сегодня же старым Новым годом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...